такая удивительная ее трудно найти когда вот я не предлагали ей заниматься я подумал какой ужас они очень маленькие а потом с другой стороны я подумал что кто-то же изучает и амёб кто-то микробов то есть я вообще не видно а этих я вижу микроскопы даже не вооруженным глазом даже вы просили какую-то историю вспомнить я вспомнил что в одной из экспедиций у нас основной такой рабочий инструмент в экспедиции это сачок вот сачком надо так двигать махать специально мы антонологически на жаргоне называется кошение кошение сачком так не все сразу понимают что это значит кошение потому что мы машем в разные стороны по по веткам по листьям по траве и тем самым избиваем насекомых со сачком и потом смотрим в этом сачке кого поймали у нас есть x гаустер специально выбираем это что это я сейчас вам специально покажу потому что у меня тоже есть я уже подготовился вам показать мы специально вот у нас есть специальный такой называется x гаустер или всасывать или еще есть такое совсем упрощенное название вот все это молоде этим пользуются потому что он так при помощи воздуха вот так потихонечку какую-то мелюзгу можем здесь есть перегородочка сеточка и потихонечку можно так раз и вдохнуть не в себя а в пробирочку и здесь будет это насекомое можно насекомых выбирать разными самыми разнообразными методами сбора об этом написано целые книжки у меня тоже даже есть специальная методика сбора паразитических перепончатокрылых насекомых а вот это вот когда с очком вот я хотел сказать историю то в одном месте сачок внутри надо было его просматривать внимательно я смотрю идет маленькое насекомое вот я их вот так вот этих как этих крошечек я их вот так сацию и я вот смотрю и я его почти что не вижу но я уже у его узнал я знаю что она размером всего лишь 0 3 десятых миллиметра она даже не 0 5 но на 03 потом но она становится больше 0 5 потому что она подымает крылышки и крылышки у него блестящие это такой рот он так красиво называется палео мимор потому что он известен еще даже с янтаря и вот сейчас есть руминский янтарь даже в янтаре мы нашли этого палео мимора вот его я увидела живем и когда я рассказывала своим коллегам это волгам они даже не верили что его можно увидеть я действительно и потом я когда проверил принеся эту пробу я ее проверил уже внимательно под микроскопом он самый родимый палео мимор здесь в киевской области он приурочен к таким сосновым посадка возможно каким-то каким-то насекомым которые обитают именно на голосе минных хозяин его как раз вот неизвестен для многих паразитов паразитоидов хозяин связь с тем кого они заедают неизвестно потому что они маленькие они летают фактически как планктон вот они не видны вот если выпустить этих малюток вы сейчас и не заметите как они взлетят и на свет улетят они как порох улетят для этого ставят другие ловушечки например ставят специальные такие желтые тарелочки и заливают водичкой шампунем добавляют соли и часто насекомые прилетают на желтую тарелочку например то есть на свет они ставятся такие специальные тарелочки допустим такого образца большие такие тарелочки это вот маленькая пробирочка вот если в такую тарелочку такого размера где-то 20 сантиметров наливается водичка добавляется капелька шампуня и насекомые которые прилетают по воздуху он раз привлеченные как бы цветочком желтого оно тонет в этом растворе а нам тут интересно мы добавляем сюда соли чтобы раствор не испортился был на улице очень жарко эти ловушки называется ловушки мерики или желтые ловушки они стоят где-то в траве в лесу например они очень эффективны для наших мелких насекомых потому что мелкого насекомого если его ловить с очком и она разобьется как пылинка и не каждый увидит вот 0,2 миллиметра а здесь как пылинки они собираются тонут и потом их можно отфильтровать специально в сачке промыть потом водичкой это такая методика и зафиксировать 70 96 процентом спирте и эту пробу уже в больших таких объемах мы потом проверяем ее так мы потом эту пробу уже она там их там их мы фиксируем допустим вот такие в баночках они будут со спиртом серии зафиксированные спирте и уже потом иголочками маленькими такими иголочками пинцетиком мы выбираем этих насекомых как раз из тихонечко двумя иголочками вот наши коллега вот татьяна сейчас сидит и очень внимательно целый день разбирает сложную пробу который наш коллега заведующий привез из африки из африки и вот это проба фиксированное спирте он она двумя его иголочкой и кисточкой потихонечку разбирает эту спиртовую пробу и сортирует сортирует потому что насекомых много разных она сортирует знает уже какие группы нам интересны потому что в энтомологии очень сложная проблема это специализация как много людей очень известные специалисты узкой сфере поэтому и энтомологи и биологи часто бывают специализированы на какие-то группы также энтомологи если есть там энтомологии есть экологи они изучают какое-то поведение экологию есть защитники растений они изучают как морить насекомых как от них избавиться есть систематике которые вот мы мы изучаем систематику какие виды живут вокруг нас в агростеносах природных цинозах и новые ли они старые ли они если это новый нужно описать дать им научное описание с морфологическими рисунками с фотографиями и опубликовать это вот наши задачи как систематику меня в том числе есть этому изучающим поведение биологию изучают только биологию и биологические особенность есть морфологи которые изучают сравнивать на различных группах насекомых строения насекомых какие-то приспособительные особенности или коготки или крылья или мышцы или даже внутреннее строение энтомологи разную специализацию часто правда бывает что если систематике они даже не знают что изучают другие систематике потому что это как огромный такой зоопарк в зоопарке вот можно изучать воробьёв сорок жирафов динозавра динозавра нет гориллу а вот часто того кто бы изучал всех вместе не бывает но часто энтомологи изучать близкие группы похожих организмов в том числе и в систематике можно печататься например публиковать описание близких групп насекомых потому имеющие какую-то экологическую особенность или энтомологи часто печатают статьи в соавторстве потому что в содружестве мы кто-то изучал литературу кто-то собирал насекомых кто-то изучал биологию и получается такой авторский коллектив изучавший вместе и морфологию и биологию этого насекомого и коллекцию уже собранных насекомых а конкуренция есть какая ну конечно конкуренция ваш вопрос этот в конце был самый интересный потому что в систематике вот это и есть нужно описать это насекомое если вы его нашли то это научные исследования не заключают в том что если вы нашли ваш объект он действительно есть но если вы его нашли то значит может найти кто-то другой если вы нашли новый вид который вы распознали используя уже различную литературу книги справочники вы не можете знать всех насекомых вы используете литературу сейчас благодаря тому что есть литература и в интернете классическая литература где описаны эти старые виды насекомых известно еще с линнея они эти виды хранятся в различных музеях и они имеют свои различные названия если публиков публикуются специальные определительные ключи различных видов насекомых по различным группа и вот каждый кто занимается отдельной группы сравнивает это его насекомые собранные кому они относятся так уже известные виды потому что крупные виды насекомых например конечно в большей степени уже известны здесь люди изучают биоразнообразие тот видовой состав который есть на той или иной территории а если они более меленькие становятся чаще всего или группы мог плохо изучены даже не маленький но плохо изучен то есть шанс что это новый для науки вид новый вид для территории очень часто встречаются к нам приезжают специалисты или мы выезжаем за рубеж обязательно будут новые для той территории вида насекомых а вот новые для науки реже встречаются но постоянно встречается и систематике их задача описать этот новый вид если вы его не описали найдется кто-то другой кто его пишет в этом заключается конкуренция потому что описание этого вы его описываете даете его портрет фотографию крылышек лапок ножек различных таких выростов которые на этом насекомых пятнышек может быть зазубренных например на лапках каких-то особенностей строения таких антенн которые есть и такие усики у насекомых у каждого вида это индивидуально для этого составляется определительный ключ и если вы его описали вы в конце даете его вид например имеет видовое на родовое название потом видовое название а в конце ставится фамилия описываю только допустим моя фамилия мою предполучает мою фамилию мою на мое название вида и мою фамилию у меня где-то описанная специально есть такой листика где-то более 20 видов описано разных новых для науки видов а были такие же вот вы их читали там еще умные скажем а потом они вымерли и пропали а потом опять появились они не так чтобы появились бывает поскольку виды это такая естественно существующая группа которой мы можем выделить так считаем что они существуют природе потому что мы можем выделить и вид отличается от другого вида тем что фактически виды не должны скрещиваться иногда правда отмечаются какие-то гибриды это бывает проблемой для систематики но в основном они не скрещиваются и они генетически существуют продолжительное время интересно бывает то что они имеют широкое распространение широкое не обязательно не живут на территории какой-то европейской части только австралии есть виды насекомых или в том числе паразитических живущих на очень широкой территории например вот вот от украины до китая до японии а это будет тот же самый маленький крохотный наездник вот такого размера полмиллиметра например один из таких я вот нашел в японии что меня очень удивило думал что это только приуроченный вот к восточную область а потом я его нашел и в украине буквально под киевом потому что найти его очень проблематично это вот был такой наездник который называется водный наездник и место обитания очень необычное он живет не вот вот этот же заражает например яйца бабочек на листьях растений а водные наездники живут в воде что значит в воде есть водные насекомые которые живут воде они там плавают они там растут они там питаются и они там развиваются а водные наездники живут и в воде и вне воды и к тому же они с крылышками и И к тому же они похожи на ос, как я уже показал на фотографии Они все равно водные Дело в том, что они ищут своего хозяина под водой Вот это такие осы, которые умудряются погрузиться в воду Найти там своего хозяина, заразить А потом вылезти наружу и еще полетать в воздухе Вот поэтому они такие уникальные водные Кроме того, у них развилась даже такая уникальная особенность Они могут залезать в воду Одни виды наездников, они начинают плавать в водичке Они машут ножками, и они плавут как собачки Вот, например, это такой род Прествичи Мой любимый род, как и несколько видов в этом роде паразит яиц водных насекомых Он плавает как собачка и плавает в водичке Если его вынуть вне водички, положить на сухую тарелочку Он погибает через несколько минут А в водичке он будет жить и полчаса, и час, и день В зависимости от... В трубочке у них нету просто легких Все тело насекомых покрыто такими трубочками трахейной системы Которые оплетают потом кровяная система И обмен происходит веществ У них нету просто таких отдельных легких И вот в эти трубочки в воде, в насекомых не заходит вода Она закупоривается просто Потому что они очень мелкие И этого достаточно для газообменов Но это не у всех же Но это не у всех А кроме того, есть вот эти водные Которые не только плавают ножками Но есть даже те, которые приспособились плавать крыльями Это вообще как-то странно звучит Как можно плавать Вот у них есть крылья, такие как ласты Наездник, он летает фактически в воде Вот как есть... Я его потом нашел в сравнении с чем Как с пингвином Пингвин у него тоже Крылья как бы уменьшились А он летает, но в воде И он настолько быстро летает Что он кого угодно перещеголяет в воде Вот это наездники водные Они приспособились плавать в воде даже крыльями Некоторые есть медленно А некоторые достаточно даже быстро Они так порхают, порхают Потому что вода такая густая все-таки А наездники, они небольшие Они не такие сильные, как пингвины А зачем они в воду перешли? Чтобы найти свою еду Чтобы найти вот этого хозяина Который находится в растении А растение растет в воде Вот они так вот Сложный такой процесс эволюционный Надо искать, искать свою еду И даже за ней погрузиться в воду Потому что никто другой ее там не найдет А мы найдем Вот эта группа сформировалась Но как обычно Все в балансе находится У животных В экологическом Паразитоиды Не убивают 100% своих хозяев Они могут вот так вот Убить фактически Яйца, гусеницы, куколки Даже взрослых Других насекомых Но не 100% 20%, 30% Популяция тех насекомых На которых они питаются Сохраняется Значит сохранится И паразитическое животное Оно приспособится просто К каким-то особенностям Уже я какие-то наметки вам создал Из этих объектов Потому что я вам перед этим не рассказывал Что это за объекты Вот я вам целую лекцию прочитал Что такие за наездники Откуда они берутся Там у вас есть такие Некоторые такого общего Да, сейчас мы перейдем Планы, вопросы Об ученых Сейчас вот такие То, что большинство людей Вот интересует Не знаю, что большинство людей Интересует Вот смотрите Извините, я тогда Достаточно громко говорю У меня такой Преподавательский голос Хорошо Зато понятно Да, и он меня немножко так Энтузиазмом придает Да, держит в тонусе Значит, вот про то Как вы стали энтомологом Вот первый жучок Вы его помните? Вы, может, маму пугали Своими этими жучками? Ну, я бы так не сказал Ну, вот скажите, как оно было Ну, вот про маму Могу сказать Что как-то То, что я из детства помню Я, конечно же, приносил Различных насекомых домой В коробочках, я сказал И меня очень удивляло тогда В детстве То, что сейчас я вот общаюсь Тоже с подростками, с детьми Я им показываю На различных выставках Бывает такое Что в парке Шевченко Бывают такие выставки Научные пикники Первое удивление В детском саду, например Было, когда кто-то принес Специально, например, принес Жука-носорога Кстати говоря, я вам тоже Его специально принес Для вас Я его специально принес Потому что В последнее время Эти жуки Удивительным образом Они даже живут У нас в Киеве В старых районах Нет, он не очень страшный И не очень большой Подождите Я этого не надо А он далеко не убежит Он же тут будет у меня Так вот В детском саду было удивительно Что жук-носорог Был большой Он был большой И мне казалось Что он занимает Всю руку У человека Вот он какой маленький Это носорог Жук-носорог Это самочка-носорога Ой, она без рога А, без рога Она без рога Видите, у нее мордочка такая И усики Она относится к семейству Пластинчатого усы Хрущей Вот как майский хрущ То есть это и хрущи Ну вот хрущи, которые майские хрущи Они гудут А этот живет Его личинка Его личинка живет под землей Или, например, в старом Портящемся гнилом дереве Вот я его нашел на пеньке На дарнице Потому что Пеньке, старое дерево Личинка там жила Потом она окуклилась И вот где-то в начале-середине лета Она превращается во взрослого Она окуклилась И превращается во взрослого жука Жук вылезает из земли Или из трухлявой древесины И должен полетать Должен найти себе пару Того носорога с рогом И спарится И потом самочка Снова залезет в этот пенек Делает нору И отложит там яйца И начнется новый круг жизни Вот этих вот Носорога Или некоторых других насекомых Я иногда снимаю на ютубе Вот так Чтобы посадить на руку И вот Хоть вы и так хотели удивиться Но ржук Носорог маленький Вы ожидали, что он еще больше, наверное Ну вот я видел Дети, боже Вот с этими с рогами Прямо показывали Ну в ютубе пока Их много получается? Не так уж и много Вот даже носорог Я вот снимал здесь Достаточная редкость Достаточная редкость Потому что у нас Не так много Упавших деревьев Есть жуки-рогачи Например, лукомиды Жук-рогач Вот с такими вот Клешнями такими Рогач Но он у нас где-то В пригороде В этой части Но у нас тоже там Мало упавших деревьев Которые же лесничество убирает И поэтому А трухлявое дерево Оно все равно Рано или поздно упадет И их там довольно много И конечно Если кто-то еще их находит Чаще всего их убивают Собирают Вот таких носорогов Просто их никто Не обращает часто внимания Но энтомолог Когда идет Смотрит обычно вниз Вниз И смотрит И вот иногда Нахожу такое Животное Про детство Вот я говорю Что вот этот вот жук Меня удивлял Что в детстве Он оказался большим На руке А сейчас он стал на руке Гораздо меньше Потому что рука стала больше И тот ваш первый жук Долго у вас прожил? Ну уже не помню Это на самом деле А маму не пугали вы? Просто вот Были и жуки Были и пчелы Которые в колониях Ну допустим Мне было Все-таки Про маму вспоминаете Мне было Да Про маму Воспоминания Когда я возвращался О дедушке Где жили вот эти все жуки На такой Это было в селе И в одном месте Я специально Собрал огромную гусеницу Которая живет Которая живет в древесине Древоточца Огромная Она вот такого вот размера Сантиметров Практически 8-10 Просто невероятная Я ее посадил Вот в такую баночку Вот как здесь у меня Тоже струхлявые древесины Я ее надеялся Привезти в город Чтобы посмотреть Что из нее получится Потому что Эта гусеница Должна превратиться В бабочку И маму я выпустила Эту гусеницу И я ее выбросила И вот мне было так обидно Думаю Такая красивая гусеница Она Кроме того Что она огромная Она такая Коричневая Яркого цвета Такого И она шла по дороге Просто Она шла на окукливание Она вылезла из ивы Она пересекала тропинку И в этот момент Я ее конечно нашел Посадил в баночку И так ждал Думаю Куда же ты идешь Потому что у нее такая дорога Она должна выйти Пройти Где-то сделать небольшое углубление И превратиться в куколку Заснуть А я ее в этот момент Собрал И мне было интересно узнать Какая же бабочка Получится Тогда я еще не в себе Тогда не было интернета И картинок было меньше Полюбоваться А сейчас Многие школьники Могут просто полюбоваться На насекомых Даже их не ловя Не создавая эту коллекцию Но конечно Если это увидеть в природе Сейчас есть возможность Это сфотографировать Даже на телефон На простой Можно даже снять видео Сейчас это Общение такое Стало более интерактивным Можно даже Как я сказал Я общался С халифаном По переписке А сейчас Можно со мной Пообщаться Через интернет Совершенно свободно Через электронную почту Через комментарии Субтитры создавал DimaTorzok